Юрий Селиванов, последний просчет Рейхсфюрера, вторая часть статьи за 24 мая 2020 года. Судя по дальнейшему развитию исторических событий, беседы на эту тему увенчались полным консенсусом в части подлежащих устранению персонажей, а также ответственного лица, на которое была возложена столь важная миссия. И этим лицом, как вы наверняка догадались, оказался лично Генрих Гиммлер, которому тоже пришло время подумать о своем послевоенном будущем, так что стимулы у него были серьезные. Все остальное было в сущности делом техники, особенно с учетом того факта, что вопросами личной безопасности фюрера и других высших нацистских вождей ведал лично Гиммлер и никто кроме него. В свете данного факта не приходится особенно удивляться содержанию того разговора, который произошел, как утверждают некоторые источники, между рейхсфюрером СС и шведским графом Бернадотом, исполнявшим роль посредника между воюющими сторонами. Цитата. 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 От кровоизлияния в мозг. Если иметь в виду, что в эти дни в берлинском бункере фюрера появился новый, рекомендованный Гиммлером врач Людвиг Штамфегер, то версия эта становится вполне правдоподобной. И это тем более очевидно, что в переговорах Гиммлера с Бернадотом еще живой Гитлер фигурировал как бывший фюрер. И хотя Гитлер в последние дни жизни, находясь под впечатлением сообщений Би-Би-Си об организации Гиммлером переговоров в Швейцарии, объявил его изменником и лишил всех постов, он отдавал свои приказы практически в пустоту. Машина его ликвидации... Извините. Машина его ликвидации уже была запущена и не могла быть остановлена. Устранение Гитлера Бормана и Гебельса верными Гиммлеру людьми в рейхсканцелярии была произведена в Берлине в последние дни его штурма советскими войсками, под самым благовидным предлогом о том, что фюрер соизволил героически сложить свою голову на его развалинах. Между тем, не было никаких особых проблем эвакуировать нацистскую верхушку из столицы и спрятать ее, пока страсти не улягутся где-нибудь в Испании или в еще какой-нибудь глуши, той же Аргентине, например. Кстати, сам Гиммлер покинул рейхсканцелярию уже когда в городе шли бои. Но самая всемогущая спецслужба мира почему-то даже не рассматривала такой вариант. Хотя для продолжения борьбы, даже в условиях подполья, личность живого фюрера могла иметь существенное значение. И Гиммлер, как истинной нации, верный идеям национал-социализма, просто обязан был во имя высших интересов партии и рейха, наплевать на фюрерские закидоны о героической смерти на развалинах Берлина, завернуть его в персидский ковер и вывезти вместе с его приближенными спецбортом куда-нибудь подальше от этого бункера. Но такая простая и естественная идея Генриха Гиммлера, у которого под рукой даже тогда были немеренные ресурсы, почему-то не посетила. И понятно почему. Да именно потому, что в Берни его личный порученец Вольф договорился с Даллисом о прям противоположном. А именно о том, что все, кто слишком много знал, должны быть безусловно и немедленно убраны. И Гиммлер это поручение безупречно выполнил. Вот почему он с таким легким сердцем и с чувством выполненного долга шел в британский плен и даже не стал скрываться от всего лишь двух советских солдат, вчерашних военнопленных, которые его без всяких проблем задержали и отвели в ближайшую британскую комендатуру. Откуда было тем бойцам знать то, что не принял во внимание даже сам рейхсфюрер СС, а он, похоже, забыл в тот момент главную заповедь любого заказчика преступления – всегда устранять его свидетелей и тем более исполнителей. А исполнителем в данном случае был он сам Генрих Гиммлер. Впрочем, уже скоро он убедился в том, что единственное, чего от него ждут англичане, это чтобы он закрыл рот навсегда, предварительно раздавив ампулу с ядом. А может быть и не сам он ее раздавил, а ему помогли. Точно так же, как те же англосаксы несколько позже помогли отправиться в мир иной и другому своему партнеру по переговорам Рудольфу Гессу. Аккурат в тот момент, когда этому якобы сумасшедшему узнику тюрьмы Шпандау захотелось написать мемуары, в которых поведать всему миру о том, чем на самом деле он занимался в городе Лондоне. Кстати говоря, личному посланнику Гиммлера на переговорах в Берне Карлу Вольфу удалось выбраться из этой истории живым. Более того, в течение многих послевоенных лет все попытки, в том числе властей ФРГ, привлечь его к ответственности за соучастие в массовых убийствах, заключенных в концлагерях, успеха не имели. Какие-то очень могущественные силы обеспечивали Вольфу надежное прикрытие. Очень похоже на то, что его покровителем был никто иной, как сам Ален Далес. В всяком случае, Вольфа снова арестовали только в 1961 году, когда глава американского ЦРУ ушел в отставку. Почему его не ликвидировали сразу после войны вопрос отнюдь не праздный, тем более, что Вольф от победителей не скрывался. Думаю, что он был нужен Далесу живым. Но, конечно, не как один из исполнителей операций по ликвидации ненужных свидетелей раскрутки подлинных механизмов начала Второй мировой войны, но только как участник переговоров в Берне, способный лично засвидетельствовать наиболее подходящую для Далеса и всего англосаксонского полетбюро благообразную версию. Это была вторая часть статьи Юрия Селиванова «Последний просчет Рейхсфюрера». Юрия Селиванова «Последний просчет Рейхсфюрера». Юрия Селиванова «Последний просчет Рейхсфюрера».